Нам снится, нам снится война без конца. Мы мальчишек своих не навек провожали. Мы им письма писали, бронили порой. И не знали еще, что их смерть ожидает в той стране роковой, что зовется Чечнёй. В ноябре 1994 года по приказу Бориса Николаевича Ельцина в Чеченскую республику были введены вооруженные силы Российской Федерации. Началась война. Военная авиация подвергла бомбардировке Грозный. Сопротивление чеченских вооруженных формирований привело к полномасштабным военным действиям. В конце 1995 года боевые действия активизировались на всей территории республики. Война приобрела затяжной характер. Эту войну можно разделить на два периода. Первая Чеченская война 1994 года 1996 годы и Вторая Чеченская война 1999-2001 годы. Война в Чечне унесла жизни более 120 тысяч человек с обеих сторон. В двух чеченских войнах приняли участие более 600 тысяч российских солдат. Наши герои жизнь и жизнь товарищей. Пусть их короткая жизнь и подвиг станут для всех нас нравственным уроком, уроком долга и чести. Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти воинов, погибших в Чечне, объявляется открытым. Музыка. 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 Слово предоставляется первому завестителю главы администрации города Шивановска Светлане Анатольевне Зориной. Сегодня наша страна вспоминает воинов, погибших на Кавказе. Каждый год 11 декабря участники боевых действий собираются у памятников воинов-интернационалистов, чтобы возложить цветы и почтить память погибших в локальных вооруженных конфликтах. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день началась первая чеченская кампания. Каждое время рождает своих героев. Радный подвиг во все времена стоит на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека, гражданина, патриота и интернационалиста. В этом вся суть русского воинства. Давайте преклоним головы перед памятью павших, навечно оставшихся солдатами. И пусть в нашей жизни не будет воин, уносящих жизни молодых и прекрасных ребят. Вечная им память. Слово предоставляется главе Шеволновского района Сергею Петровичу Аликченко. Уважаемые жители города, уважаемые ветераны, по сложившейся традиции ежегодно 11 декабря в России отмечается день памяти погибших в Чечне. Это горестная страница в истории российского народа. С ужасом мы понимаем, сколько наших солдат, парней, выполняя воинских долг, сложили головы на полях чеченских сражений. Вспыкнувшаяся на исходе столетия чеченская война стала нашей общей трагедией и бедой. Цель и событий оказались совсем юные, 18-летние мальчишки, неопытные, неокрепшие, но они сумели с честью исполнить свой служебный долг. Отдавая память, глубокое уважение, мужество и стойкость и солдат, разделяем скорбь и горечь утраты родственников и семьи погибших. Мы всегда будем помнить о подбеге российского солдата, которое смотрит в лесу смерти и не боятся ее во имя мира и спокойствия граждан страны. Вечная память погибшим и вечная память живым. Слово предоставляется заместителю начальника службы в городе Шимановске пограничного управления ФСБ России по Амурской области полковнику Олегу Николаевичу Дорохову. Все войны, будь они большие или локальные, всегда сопряжены с солдатской кровью, горем и с праданием людей. Правду войне знают лишь те, кто под пулями поднимался в атаке, кто изнавал от жажды и замерзал в снегу на горных перевалах, кто раненый ждал спасательную вертушку, кто переживал, провожал последний путь на родину в черном тюльпане боевых друзей, кто и сегодня помнит погибших товарищей. Мы понимаем, сколько мужества, стойкости нужно иметь отцам, матерям, потерявшим своих сыновей, чтобы жить дальше. Сегодня нас объединяет общее горе, но и общая гордость за наших земляков. Мы преклоняемся перед их гражданским и воинским подвигом, их стойкостью и отвагой. Память о таких людях не умирает, а нас все живет, являя для каждого из нас величайшим примером патриотизма. Эта память жива и будет жить, потому что ее свято хранят, их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим. Есть истории огромный камень, мы на нем напишем имена, золотом их тиснем, что веками помнила и чтила их страна. Все, кто умер за свою отчизну, за ее величие и рассвет, все, кто отдал дорогие жизни, чтобы ярче лился счастье свет. Вечная память нашим землякам, солдатам, офицерам, погибшим в локальных войнах. Слово предоставляется председателю управления Союза ветеранов Афганистана... Здравствуйте, жители города Шимановска, Шимановского района. День этот отмечается уже официально, но мне, как ветерана боевых действий Афганистана и других, конечно, горячих точках, был один вопрос, почему возникают такие конфликты и такие жертвы. Побивают наши воины, защищая честь и достоинство России. Пока мы не поймем причины, дающие такие последствия, мы никогда не ликвидируем последствия, то есть воины, которые несут нам горе, печаль и страдания. Хотелось бы сказать, что в этих конфликтах участвовали, если возникают, высоко обученные, профессиональные, высоко оснащенные в этих конфликтах, чтобы выйти минимальными потерями. у меня все. Память живет в стихах, в мемориальных плитах. Мы пронесем, как стяг, память о сотнях убитых. В память о всех погибших в чеченской войне объявляется минута молчания. Заряжай! Огонь! Заряжай! Огонь! Заряжай! Огонь! Оружие! Прошу всех присутствующих возложить цветы к памятнику для суперконфодечества павших локальных войн и военных подбитков. Субтитры создавал DimaTorzok Пройдут года. Многое со временем торжественное мероприятие, посвященное Дню воинов, погибших в Чечне, объявляется закрытым. Пассажиры, островки, но сегодня один я вечу и так тесно в друг мне прислонился щекой к холодильник, груз заносится мой и мороз пробежал по спине Но мы вместе Один на двоих Самолет Груз мой Твести Твой последний полет Проплывая под нами Сиды